друзья подписчики всем огромный привет в общем еду сейчас работы что у нас сегодня среда в общем это самое хотел он кое-что рассказать но это больше так из личных событий вот произошло страшное несчастье хотелось бы конечно же это радостное вам рассказать но я и так стараюсь всегда рассказывает радостное но не всегда видите происходят и иногда не радостные вещи как бы про них не рассказывать как-то считаю что неправильно вот тем более что давно никаких несчастья не было в общем пропал наш код любимый пират и в принципе я уже на эту тематику влоги записывал давно я говорил что она все к тому и идет потому что но здесь как бы видите и моя тоже вина потому что когда его только купил я рассказывал он вообще боялся улице он то есть он же еще маленький было его до этого на улицу не отпускали и он даже не хотел туда ходить а я же думал что я буду его с собой везде брать приучу к улице и в итоге к так получилось что он к улице привыкну ходить он все равно никуда не хочет мы его пару раз брали в плавать на каяках это видео даже было вот ему это абсолютно не понравилось хотя у него есть и свой кошачий жилет спасательный вот он был недоволен потом моего брали в парк когда мы ездили просто отдыхать на пляж ему тоже ничего не понравилось он нам все время прятался дело в том что коты они более знаете как такие животные которые не как собаки собаки они куда угодно повезли они только рады будут а коты они как бы домашние они больше к одному месту привыкший и вот он знает свое место вот трейлер парк трейлерный там он себя чувствует комфортабельно когда его куда-то вывозишь за пределы этого его пространство которому он привык там он себя чувствует некомфортно там другие запахи другие собаки звери коты там все короче чужой он не знает как будет домой найти поэтому для него это конечно как бы был стресс и вся фигня поэтому моего перестали брать на такие поездки вот но на улицу он все равно как бы рвался но здесь было знаете мне то бы пофиг бы было хулял бы он там пускай всю жизнь на этой улице и я как бы абсолютно был не против но тут было несколько проблем тоже про них рассказывал подробно поэтому подробно не буду рассказывать а только вкратце если для новых подписчиков которые пришли то есть первая проблема что у него аллергия на блок вот это как бы нам сказали в ветеринарной клинике когда его туда васил она сказала что у белых котов это часто встречаются всякие аллергии и горит ну на блок постоянно и получается когда его кусают плохо у него начинается какое-то раздражение он начинает себе лапами морду царапать вот потому что аллергия она чаще всего вот выступает на губах на слизистых оболочках и поэтому у него вот это все видимо в районе пасти чешется он начинает себя чесать только перестаешь его на улицу пускать блохи уходят все аллергия проходит то есть явно на блок и я уже проводил эксперимент но понятное дело что сейчас комментах напишу там средства плохо это все ясно он у меня постоянно обработанный средствами как только его купила купил сразу упаковку ветеринара там какие-то они вообще здесь не дешевые там одна капсула на месяц 20 долларов я рассказывал и там или даже 30 долларов и там эти вещества как действует они не так что вы его нанесли на него и блохи прыгнули и сразу померли нет вот эти вот все средства которые на месяц наносится на котов они это не только для котов они есть для собак в общем и для любых животных они убивают не только блок на и других паразитов там клещей всяких листов но они действуют медленно то есть блохи на него прыгнули и они постепенно в нем умирают но не так что вот они сразу умерли то есть это обработка она больше помогает не разводиться блохом в нем потому что если блохи в нем будут жить откладывать яйца и разводиться это будет полный пипец вот а вот с этой обработкой они не смогут ни яйца откладывать не разводиться потому что они будут ну рано или поздно в нем вымирать там это может пару дней три дня занимает вот чтобы все блоки вы но как только он будет выходить на улицу он опять их будет набирать потому что на улице в траве этих блок валом я вам показывал вот когда-то я купил расческу вычесывать с него эту линялую шерсть и вместе с шерстью вот после улицы с него вычесывались и маленькие блоки и здоровые такие коричневые олени вот на них вообще дольше видимо времени надо чтобы их это херня убило потому что олени они очень крупные где-то в три в четыре раза больше обычных блок и обычные они такие черные эти именно такие вот коричневые и потом я купил более мощную вот эту фигню от блок но она точно также работает то есть она помогает если он три дня не ходит на улицу или два в нем блок не то есть он туда ходит то понятное дело он просто каждый раз набирает новых невозможно так чтоб он шел на улицу не набирал так бог вот и в общем то история какая была мы какое-то время его вообще не отпускали он вроде лучше себя вести не стал еще больше тогда орал и дичал потом вот это же моему кошку для чего купили чтобы он как бы с ней занимался там пути пока как у него чтобы была семья своя и чтобы он это сама перестал на улицу рваться но ну как бы тоже не помогло там какое-то время он вроде как успокоился потом она все обратно вернулась в итоге когда были вот эти котята мы его сразу решили уже кастрировать потому что даже не потому что он на улицу хотел нет совсем по другой причине потому что только родились котята и они опять давай заниматься этим делом про прямо вот и в тот же день когда она только рожала и на следующий и в общем это было бы бесконечная история то есть кошки они могут три раза в год котят приносить и понимаете получается весь трейлер превратится в блин беспрерывную кота ферму а нам это абсолютно не надо то есть этих котят им горилл они даже и нам-то собственно не нужны мы делали просто ради фана ну катерина хотела котят посмотреть да и в принципе я тоже уже давно не видел вот она вообще никогда не видела поэтому это как бы был фановый эксперимент но мы их продадим вот этих котят и как бы больше разводить их не собираемся пока по по крайней мере пока в трейлере потому что здесь это очень некомфортно надо больше площадь а здесь они уже ну вот получается я для них построил загон так они уже научились из него вылазить я построил загон чуть больше они уже из большего там короче в общем часах уже ничего не остановит потому что у них есть когти они просто поэтому загон он карабкаются на самый верх и потом просто падают вниз и потом обратно не залазят а там у них горшок короче загон уже в принципе им вообще не нужен но про котята я сейчас не буду рассказывать потому что поэтому по котятам отдельных видео полно где он там постепенно все рассказываю и в общем то что касалось пиратов значит мы его тогда ну я повез самого отвозил на кастрацию все они сделали я даже записывал видео и как я его туда вез и самой этой клинике и как забирал но времени не было у меня я вам говорю я очень много видео не успеваю выкладывать поэтому так как это было давно она уже ушло в аналой истории ли я его удалил или может где-то хранится но я его так и не просмотрел и не смонтировал в общем сделали ему эту кастрацию но она конечно помогла он стал намного меньше пищать намного и стал как бы больше спать и толще стал то есть он веса набрал ну наверно в два раза потолстел вот они еще когда делал констрацию сказали что он какой-то слишком худой хотя он есть беспрерывно у них еды не ограничено но сухого корма по консервы катерина им давала одну банку как на двоих на два дня но когда с котятами они теперь по две банки каждый день едят я уже запарился этот корм покупать только купишь его уже нету я уже купил там всякую курицу мясо горю делай корм сама вот курицу сварила мясо сняла там в блендере помешала вот и корма но она вот пару раз делала но я не знаю я короче решил не вмешиваться потому что да тоже как за временем научиться или ну когда как он получается иногда они его едят иногда ничего не очень едят ну значит может не особо холодная в общем как бы да он был более спокойный но на улице он все равно убегал то есть у него была такая знаете он научился караулить вот он караулит ты ходишь туда-сюда туда-сюда особенно на выходных и я обычно то всегда смотрю но он всегда у специально сидит возле двери и ждет и когда ты зазевался он как молния выпрыгивает и убегает сразу даже на видео было вот несколько раз катерина то его ловила то я его ловил году мы уже запарились уловить ну катерина его иногда наш конечно добра отпускала я и говорил нифига отпускать потому что здесь конечно не его винашу на улицу хочет но здесь кроме блок еще вторая проблема с менеджером парка папка там у нас она короче вот у меня у соседки была кошка когда я приехал которая везде везде ходила она просто у меня в огороде постоянно послась там в парке возле реки везде и все она и просто прислала извещение что избавиться от кота или как бы покинуть парк из парка выселяют только так тоже где-то в отдельном разговоре но при мне несколько человек высадили за всякие нарушения здесь на сети прислали это извещение вот и уже ничего не сделаешь там никакого не оспоришь на в судне пойдешь то есть ты уже правило нарушил проживание твой кот везде ходят вот это же самое на к нам приходила говорит вот ваш кот он по всему парку ходит я говорю так хочу вы думаете что он наш так белых котов беру полно вот он точно такое крюму так они все таки она горит но в следующий раз сделаю типа но я говорю вашу неких доказательств нет что это наш может он не наш а вы сразу на вас говорить нагретно в следующий раз типа сделаю фотки на телефону я говорю вот сделайте тогда наезжайте а катерине говорю вот видишь говорю теперь говорю будь короче осторожна с этим пиратом она его перестала тоже отпускать а вот сейчас уже в последнее время когда после кастрации опять его стало жалко пусть он там пять минут погуляет но она его иногда на ошейнике водила ну короче отпускала короче суть дела что он все равно и сам сбегала она его отпускала и иногда не отпускала ну и ловила на его короче в итоге вот в какой-то день он пропал я честно говоря даже не помню в какой потому что это было троица воскресенье мы были на вечеринке с катериной сначала в церкви потом соседний город знакомые пригласили ездили на вечеринку к расстройству отмечать и там были до самого вечера пришли блин все уставшие и рано легли спать ну пират вроде как был но это на сто процентов вот я не могу вспомнить перед сном он был или нет мы-то ходили туда и на улицу и сюда но это и не там как это я не пил поэтому это не за то что мы там пьяны и че не помню просто как-то не обратил внимание на что человек постоянно смотрю дома он или не дома вот и как бы получается на следующий день я проснулся как бы дал им корм и ушел на работу а когда прихожу катерина горит пирата как бы нет говорит ты помнишь когда он был утром или нет я говорю я не помню честно но я как я внимание не обратил что этом с утра котов счета я проснулся маленьких котов посчитал все на месте корм дал и пошел на работу и все и получается вот это вот его не было вот уже два дня но он уже стопудово не вернется потому что я вам говорил здесь в этой области вы видите посмотрите по кругу какие леса это мы живем чисто в лесах и здесь животные у всех пропадают кошки собаки и никто их не находит а дело в том что здесь очень много зверей которые живут и мое у меня такое чувство что его просто орел утащил вот тем более он такой белый яркий его видно он как заяц знаете и у нас там где река мышь прям на ней живем там этих орлов было видео когда я рыбачил на окуне она даже есть на канале посмотрите где я прямо снял на камеру как орел схватил бобра и утащил там даже я специально сделал замедленный повтор этого эпизода но я название точно не помню там рыбалка на окуне не помню кайчат вот я обратно плыл это был вечер и орел бобра утащил они утаскивают всех бобров выдр там зайцев там все что угодно белок вот там по реке кучу видел всяких дохлых разобранных орла думаю орел его сточил в крайнем случае если даже не орел ночью его могли ракуны или койоты сожрать потому что с катериной мы конечно его искали вчера ходили по дороге просто думали может машина сбила если труд найти в парке мы искали короче мы везде искали моего не нашли если бы он нашел кто-то другой или служба животных его отловила они бы его уже вернули потому что у него есть жетон он был в ошейнике с жетоном понимаете но здесь никто не ворует как бы чужих котов более жетоном и получается никто нам не звонил он сам домой не вернулся ну и все и мы его не нашли поэтому я так думаю что он уже не вернется никогда жалко конечно но а что тут поделаешь тут как бы судьба понимать она в принципе никто не виноват даже если екатерина его выпускала хотя она горечь не выпускала то рано или поздно все равно бы это произошло я вам про это еще год назад горел вот я еще не знал что здесь так опасно здесь действительно но он видите лес вокруг и река и все что угодно и любая эта херня его может сожрать и в общем я думаю что оно так и произошло и три дня как бы его уже нет уже наверное не будет поэтому нам придется наверно одного котенка еще себе оставлять и ну удачно что он пропал видите о смотрите какую хреновину привезли devolve это я купил на это самое как она болит не газонокосилка триммер вот траву обрезать 20 вольтовый под свои батареи потом на проводной очень удобно с ним ходить вокруг трейлера вот сейчас траву буду стричь в общем такие дела друзья просто хотел вам сообщить что пират пропал и скорее всего не найдется вот потому что уже очень долго его нету и он никогда не пропадал в принципе даже и на два дня сейчас его уже три нет вот обычно он максимум пропадал на одну ночь но это это было всего пару раз обычно он всегда возвращался или до того как мы спать легли или или даже он днем возвращался вот если такая вот фигня ну как я вам говорю удачно что уже у нас есть котята то есть если он не вернется скорее всего уже не вернется только если кто-то его нашел или может куда-то его в шелтер сдали и может они нам еще не позвонили но это очень маленький шанс я вам говорю скорее всего его сожрали просто орлы или койоты или ракуны любые звери они здесь везде они у тут прям хоть просто не часик не видно а ночью они здесь постоянно в оградах пасутся вот тут 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 и олени короче любая брянь здесь живет вот а с той стороны реки там вообще чистый лес это вообще все что угодно может даже и рыси и медведи есть вот поэтому как я вам говорю шансы практически там один шанс и 100 он появится поэтому мы как бы уже смирились и уже ну со временем сейчас уже ближе к цели подумаем уже какого котенка себе оставлять вот вместо пирата его же на улицу не будем пускать он уже чисто домашний будет в общем такие дела ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии всем огромное спасибо за просмотр пока пока и следите за своими животными удачи